ну слава богу понятно здрасте друге осталось буквально пару часов до того как закроется почта честно говоря не знаю пойдем ли мы сюда туда с дамиром сегодня пришли наши смарт часы вот дело в том что почему мы можем туда не пойти потому что чувствую я сегодня себя омерзительно осталось 2 часа до закрытия у меня сегодня полный букет уже 5 дней на протяжении 5 дней постоянно тошнота мне постоянно плохо периодически кровь из носа сегодня мне прям весь день плохо сегодня например весь день плохо в весть день ручьями кровь из носа течет у меня весь день тошнота со всеми вытекающими и просто у меня просто умерзительно самочувствие это это просто ужас никаких сил головокружение причем вот так раз, все, резко голова закружилась постоянно какая-то головная боль странная, как будто мне тычут ножом в левую часть моей головешечки вот, прям вот так вот, как будто тычут ножом в принципе, вот от глаза от левого и вот эта вот вся область до самого, до нижнезатылочной зоны, именно слева ухо глаз стреляет, болит, тоже как будто кто-то ножом тычет в них омерзительное самочувствие, сейчас мне немножечко стало полегче, но например, потерял дома телефон, и мы искали с ним телефон, слава богу, телефон нашелся понятно, что он же дома его потерял, типа соответственно найдется но иногда, вы знаете, вещи теряются дома, и нифига они не находятся и такое тоже бывает, вот я не знаю у кого как дома, но такое бывает на самом деле, что вещь находится потом при переезде при ремонте лет вообще может через 20 иногда, и такое бывает и честно говоря, найти телефон через того промежуток времени совсем не хотелось бы мы конечно не будем жить 20 лет в этой квартире но вот как раз таки переезд нам грызит из этой квартиры потому что она не наша, это арендованная мы все равно будем с нее переезжать, тут жить все равно долго не будем вот такая история, поэтому сегодня посмотрим, пару часов буквально осталось, если сейчас все будет нормально, если мне не станет хуже, то мы сходим на почту, если нет, то мы тогда сходим на почту уже в понедельник после школы я приведу моего домой, потому что у него в понедельник занятия заканчиваются ну да, опять в 12.30 у них там сейчас до двух перерыв на почте в 12.30 закончатся занятия пока он наденется и 12.20, 12.30 идет так и пока он наденется в верхнюю одежду, пока мы дойдем до почты, там уже будет обед ну или практически будет обед, потому смысла не будет туда идти после занятия мы зайдем домой, я переодену ребенка в обычную одежду, в нормальную, в теплую, а не в школьную форму переодену его в одежду другую, покормлю его обедом и тогда мы около двух часов выдвинемся на почту забирать смарт-часы возможно так то есть, либо сегодня, если все будет нормально, если все, и это окей, вот либо в понедельник, но я все-таки склоняюсь больше к варианту в понедельник сегодня немножечко поберечься прийти в чувства, потому что самочувствие просто ужаснейшее ужаснейшее, надо волосы покрасить о, как надо их покрасить, их надо было еще бы в декабре покрасить я, по-моему, в декабре волосы не красила, я вот этого точно не помню, если честно либо это было в начале месяца, либо я их вообще не красила в декабре собиралась в ноябре точно красила короче я не помню уж не волосы покрасить бровки давно не крашу бровки давно не крашу аллергия аллергия не могут хватает на неделю окрашивание то есть некоторые краски меня вызывают аллергию сразу а некоторые нот окрашивания хватает на неделю то вокруг красивыми бровями с четкими все а три недели если вот 1 месяц например на красит бровья три недели они у меня блеклы ну какой тогда смысл тогда надо их красить рак каждую неделю да если я буду красить брови каждую неделю у меня начинается reg то есть либо так либо так и все равно аллергия и no полка двух концах окрасть 1 месяц ради того чтобы ходить через за одну неделю с четкими яркими бровями, ну, я, честно говоря, не вижу никакого смысла, хотя бы потому что, ну, у меня, в принципе, сами по себе брови не настолько уж и светлые. Ну, видно же у меня брови на лице, видно. Вот. Ой, господи. Вот так вот. Ладно, ребятки, мне, конечно, поднимает настроение поболтать с вами, вот, но самочувствие мне это никак не улучшает, потому что у меня волнами. Я болею уже третью неделю, и мне становится все хуже и хуже. У меня моментами бывает так, что день-два мне становится лучше, я думаю, что я выздоравливаю, иду на поправку, а потом мне становится еще хуже, чем было до этого. Это такая история. И я снимаю видео на самом деле волнами, именно теми волнами, когда мне становится получше. Потом оно бывает так, что вот так раз, и все, мне прям плохо. Бывает так, что Володька приходит с работы, я такая, ой, Володька пришел, там все такое, привет, темки-темки, да. Все, стоим, болтаем, и потом он такой, я пойду прилягу после работы, а ты типа что будешь делать? И мне как-то вот раз, резко плохо стало. Я говорю, а я не знаю, говорю. Вообще, я, говорю, собиралась там посуду помыть, там ужин приготовить. Я, что плохо стало? Говорю, пойду тоже часок полежу, говорю, потом вот и делами своими заниматься. Вот. И такое бывает. То есть вроде только здоровались, только общались, только было хорошее самочувствие, тут раз и плохо. А бывает, это наоборот, что вот встретила, еле-еле поднялась, встретила, открыла дверь, привет-привет, мне сильно плохо, там, да, например. А потом пока по столе пообщались, это самое, вроде полегче стало, пошла там свои какие-то дела, домашние, хозяйственные поделала, вот, по-всякому, по-разному у меня, по-разному абсолютно, вот, это самое. И, не знаю, очень надеюсь, что, очень надеюсь, что мне будет получше уже когда-нибудь, уже какое число. У меня 31, 31 я себя плохо почувствовала. Да, блин. Дайте мне посмотреть число. Сегодня 16 января. По факту, я болею 17 день, получается. Вот, потому что с 31 я начала прям, прям вот так конкретно, да, 30 с утренника мы приехали, я такая себе уже была, а 31 я уже прям с самого утра проснулась, все, мне весь день плохо было. Вот, 1 еще хуже и понеслась, вот, вот такое вот самочувствие конченное, вот. Я очень надеюсь, что я на выздоровление, блин, я очень надеюсь. Я не помню, о чем я говорила, кстати, в том видео, в котором я рассказывала о том, что раньше у меня было гораздо больше контента, вот, если бы я начала выкладывать видео на YouTube. и мое видео выглядит возможно так, как будто сейчас я глубоко несчастный человек, и меня не устраивает моя жизнь, которая есть сейчас. Если честно, то сейчас я ощущаю себя гораздо более счастливой, в своей вот такой вот устаканенной жизни, жены и мамы, даже не работая и так далее, чем тогда с такой насыщенной жизнью. Потому что тогда было очень много каких-то сплетен, врагов, могли покопаться всякие там твари в грязном белье в твоем, могли вот так вот, твоя жизнь вот так была периодически, вот так вот в корне менялась постоянно, где-то кто-то подсидел, где-то кто-то наговорил, где-то кто-то подставил. Сейчас я живу в более стабильной моральной обстановке, скажем так, и это меня радует гораздо больше. А по поводу поездок, ну скажем так, а тогда я не жила, например, в Приморском крае, не была во Владивостоке. В Москве я была в последний раз, когда мне было 5 лет. 24 года меня не было в Москве. Вот. 23. Я тогда 28 была. Вот. Поэтому, поэтому я не была во многих городах, я не была раньше в Ростове, вот. Я не помню, была я в нем в детстве или нет. Зато сейчас была. То есть сейчас тоже хватает путешествий, поездок, это просто они идут более размеренные, более спокойные. Сейчас нет рок-концертов и баров, зато есть прогулки на природе, зато мы у моря живем. То есть есть, ну, свои плюсы. В каждом возрасте свои плюсы. И в данный момент у меня свои плюсы. И если кому-то показалось, что я сейчас несчастна в том, какая у меня сейчас жизнь, то я, наоборот, сейчас гораздо более счастлива, чем тогда, если честно. Хотя, мне кажется, любая пора, в которой я жила, в которой я была, она сделала меня мной и мою жизнь такой, какая она есть сейчас. И моя жизнь меня полностью, целиком, не то чтобы устраивает, а я ею довольна. Я ею довольна, все, чего у меня нет, оно будет или просто мне не нужно. Вот. А все, что есть, я этому довольна, рада и счастлива. Вот. Я с благодарностью принимаю все, что у меня есть и радуюсь этому. Потому что у кого-то нет и этого. Кто-то до сих пор остался в войне и сторожит свой маленький домик с собачкой. А кто-то, я не знаю, там, около-то конечностей каких-то нет или еще что-то. А кто-то пашет, там, я не знаю, на трех работах и живет одна, там, с детьми, женщина какая-нибудь. Это моя жизнь, она прекрасна. Моя жизнь меня более чем устраивает и радует. Вот. Поэтому, если кто-то подумал вдруг, что что-то не так, что мне нравилось раньше больше, то нет. Абсолютно нет. Абсолютно ни в коем случае мне раньше не нравилась моя жизнь больше, чем сейчас. Сейчас я сама себе хозяйка. Я живу, я хозяйка в этом доме. Вот, у меня все прекрасно. И сейчас я гораздо больше радуюсь. Вот. Какая-то свобода есть. Вот. Что хочу, то и делаю. Да, никто, никакого контроля никто не контролирует. Сейчас я живу в другой стране. У нас за окном, через окно, вот так вот, вот окном прямо, да. И так вот, если вправо посмотреть, там море. Мне как-то муж говорит, смотри, там море. Я говорю, в смысле? Я такая смотрю, и правда, несколько месяцев жила, вообще голову в эту сторону не поворачивала. Вот. Ну, так у нас как бы дом, да, если за домом так посмотреть, в бок, выглянуть, там море. Вот. Раньше, конечно, море было сразу, как раз, и прямо видно было море. Сейчас надо вот выглянуть. Поэтому я, у меня клевый муж, клевый ребенок. Мы живем в клевой квартире. У нас замечательный кот. Можно сказать, что кот тоже клевый. У нас клевый кот. Даня учится в классной школе. У нас замечательный, классный руководитель. Я счастлива. Мы живем возле моря. Мы можем поехать куда угодно. У нас вот Владивосток рядом, аэропорт. Пожалуйста. У нас рядом железная дорога. Можно куда-то, кто хочет поехать на поезде. Я не знаю. Вот. Все замечательно. Вот. И это не на всю жизнь, в любом случае. Жизнь, она большая. И мы уже давно сошлись с Володей на том моменте, что мы хотим путешествовать. Мы хотим много где побывать. Вот. Поэтому это тоже плюс. Потому что я много уже рассказывала истории, когда я была в шоке с того, что многие мои знакомые, как мальчики, так и девочки, мужчины и женщины, парни и девушки, как хотите, они были рады тому, что у них есть. Они совсем ничего не хотели менять. Они совершенно не хотели никуда переезжать. Вот. Продавщица в соседнем магазине, мужик там, да, на заводе пащит и все. И нас все устраивает. У нас все замечательно. У нас есть своя копеечка, свой угол. Я такого никогда не понимала. И мне всегда, меня всегда куда-то тянуло, мне всегда куда-то хотелось уехать. И вот, вот как бы мечты сбываются, наверное. Не совсем так, наверное, мечты сбываются, как это было в моей прям голове. Тем не менее, тем не менее, жизнь прекрасна, мне кажется, абсолютно в любом возрасте. Ну, что говорить, я вам рассказывала, как я хотела быть пенсионеркой в детстве, начитавшись о том, как путешествуют, и как классно живут пенсионеры за границей, которые делают все, на что у них так не хватало времени в работе, в работах, заботах, детях и так далее, в молодости. Что там у меня пришло за сообщушечка? Ладно, ребяточки. В каждом возрасте есть куча своих клевых моментов, и в каждой роли, которая в твоей жизни наступает, сначала роль дочери, роль внучки, сейчас у меня роль жены, мамы, дальше будет роль бабушки и так далее. Поэтому мне кажется, что в каждом возрасте и в каждой твоей роли, которую ты отыгрываешь в своей жизни, есть огромное количество плюсов, счастья, позитива, главное их только отыскать. Хотя я, например, мне кажется, мне искать не надо, я их и так вижу, они на поверхности все.